Мы живем в океане информации. Она приходит отовсюду в виде внешних раздражителей, рассказывающих о звуках и красках окружающего мира, о запахах и температуре, о форме и величине предметов и расстоянии между ними. И в виде сигналов, говорящих о состоянии внутренних органов самого человека. Принимать эту информацию позволяют человеку сенсорные системы. Зрительная Слуховая Обонятельная Вкусовая Кожно-мышечная Все элементы сенсорных систем работают согласованно, но функции их не одинаковы. В периферической части органи чувств специальные нервные клетки-рецепторы преобразуют энергию световых, звуковых, тепловых и прочих раздражителей в нервные импульсы. Роль проводящих путей Передача нервных импульсов в мозг, в кору больших полушарий. В центральной нервной системе информация обрабатывается, и в зависимости от нее возникает реакция организма, соответствующая изменениям внешней среды. Каждый орган чувств строго специализирован. Его устройство приспособлено к восприятию определенных раздражителей, и посылаемые им импульсы несут в мозг определенный вид информации. Но зато к своим стимулам рецепторы этого органа чрезвычайно чувствительны. Рецепторы глаза, например, могут воспринимать единичный фотон света. Слуховые рецепторы начинают посылать сигналы в мозг, когда барабанная перепонка смещается на величину в десять раз меньшую атома водорода. Продолжение следует...